Можно много говорить о незаконных односторонних принудительных мерах, военных провокациях на границе, информационных диверсиях, миллионах долларов вброшенных в подготовку несостоявшихся госпереворотов. Я уже не говорю про открытую демонстрацию готовности подключить к этой цели силы НАТО. Зачем в августе 2020 года рядом с белорусской границей кружили стратегические бомбардировщики Б-52? Кому посылали сигнал? Не только Беларусь. Понятно, кому. На этом фоне упреки о размещении в нашей стране, на нашей территории российского тактического ядерного оружия просто абсурдны. Мы, повторю, в сотый раз никому не угрожаем. Мы просто учимся дипломатическому, так называемому, этикету у тех, кто сделал язык силы мировым трендом. Наверное, лет пять назад уже появились первые признаки того, что есть необходимость, чтобы на территории Беларуси появились такие средства. Почему именно лет пять назад? Потому что впервые в 2016 году были проведены серьезные учения на территории Европы. Одна из задач которых отрабатывалась в рамках этих учений по отношению к Беларуси — применение ядерного оружия по территории Республики Беларусь. При том условии, что на тот момент у нас были практически хорошие отношения с Европой, более-менее, но уже в то время этот регион рассматривался как вероятный театр военных действий. Поэтому говорить о том, что это вдруг откуда ни возьмись, неправильно. И глава государства, как лицо, обладающее необходимой информацией и всей полнотой информации и на территории Беларуси, и на сопредельных территориях, уже тогда начал говорить о необходимости рассмотрения вопроса, о возможности этого. И не зря было сказано, что неоднократно с президентом России этот вопрос оговаривался и с разных компоновок. Но это были предварительные, так скажем, проработка вопроса. Скажем так, на уровне идеи и возможного пути предотвращения эскалации военной опасности в данном регионе, как элемент сдерживания. Вот так к этому необходимо отнестись. Но дальнейшие события показали, что это был такой серьезный шаг работы на опережение. И, в общем-то, это правильный и выверенный шаг руководства, военно-политического руководства Республики Беларусь. Дальнейшие события, особенно 2018, 2019 и больше всего 2020 год, показали, что мы реально рассматривались как объект для воздействия и широкомасштабного воздействия со стороны европейских чиновников. И, наверное, всего блока НАТО. Не зря, особенно в 2020 году, частота разведывательных полетов рядом с границей и вблизи нашей территории увеличилась в 3,5 раза. И доводилось практически каждый день на сопредельной территории шел самолет-разведчик, решавший задачи, естественно, не в интересах Республики Беларусь. Второй момент, о котором необходимо сказать. Именно 2020 год показал, что группировка вблизи наших границ стала не просто оборонительной составляющей и получила другую задачу. Она была переформатирована на решение этих задач, именно наступательных. И не зря рассчитывались время, необходимое на переброску, совершение маршей на нашу территорию. Не зря на сопредельной территории появились самолеты ударные, не зря появились беспилотники, не зря Республика Польша начала проводить вопросы по милитаризации. Но это уже сегодняшний, так скажем, тренд на сегодняшний день. Тогда было просто и ясно создать наступательную группировку на сопредельной территории. И в том случае, если, так скажем, оппозиционные силы, которые пытались качать нашу страну, получат хоть какой-то положительный результат и запросят помощи, эту помощь предоставить. Видимо, речь шла именно об этом. И я почти уверен, что один из таких вариантов рассматривался. Но главный, наверное, сдерживающий фактор в тот момент был, это конкретная позиция Российской Федерации, которая четко дала понять всем. Нападение на Республику Беларусь будет расцениваться как нападение на Российскую Федерацию с применением соответствующего вооружения в данном регионе. Вот это, наверное, и остановило тех, у кого головы были горячие. А то, что происходило на нашей территории, без поддержки, прямой поддержки из-за границы, ну, вы видели, чем закончилось, оно не имело права на жизнь, а просто-напросто, это попытка переворота государственного. Без внешней поддержки она не имела смысла. Но никто не остановился. Тренд продолжился. На сопределе, ну, увеличение количества войск на территории Польши, и та планка, которая поставлена в 300 тысяч, ну, это серьезно, если уж на то говорить, серьезно. Те сотни танков, которые сегодня закуплены, это тоже, они не просто так придут на территорию нашей соседки. Плюс к этому мощная, в общем-то, промышленность, достаточно мощная оборонная промышленность, прямая поддержка со стороны Соединенных Штатов, а Польша, это не одно государство, оно действует не отдельно, оно член НАТО. И что будет дальше, это, в общем-то, достаточно сложно спрогнозировать. И для того, чтобы у кого-то не закралось даже мысли о том, что возможно разговаривать с Белоруссией с позицией силы и именно с использованием вооружения, наш президент и принял это решение и отдать должное, четко реализовал ее в масштабах страны. А Россия пошла к нам в этом вопросе навстречу и как настоящий союзник выполнила взятые на себя обязательства. Сегодня в распоряжении Республики Беларусь имеются все необходимые силы и средства для обеспечения собственной военной безопасности. В том числе, самое мощное на сегодня, которое есть на планете Земля, это ядерное оружие. Сам факт, что мы собрались за одним столом, говорит о том, что мы адекватно реагируем и оцениваем вызовы времени и готовы им противостоять сообща. То, что некоторых наших партнеров штормит и в публичных высказываниях, и в поступках, носящих провокационный характер, прежде всего их проблема. Я скажу одно, если есть претензии, то надо озвучивать их, глядя в глаза друг к другу, а не разговаривать через вбросы в средства массовой информации. Для этого мы собираемся в таком составе, чтобы обсудить все острые вопросы и найти решение. Отсутствие армянских представителей, условно, этот факт не остался незамеченным, хотя никто этого не драматизировал. Состоялись, как мы знаем, разговоры и на уровне президента с премьер-министром Армении. И глава нашего МИДа Сергей Федорович Олейник переговорил со своим коллегой. Я так понимаю, что все необходимые позиции были озвучены, но констатируем, что место под флагом было вакантным. Это факт. Кто-то назвал, по-моему, даже это Демаршем. Можно сказать, что у армянской стороны есть повод еще и шанс реабилитироваться, поскольку в декабре, как мы знаем, будет в Санкт-Петербурге неформальный саммит СНГ и заседание на высшем уровне по линии Евразийско-экономического союза, где, к слову, армянская сторона должна перенять председательство. Поэтому посмотрим, как будут развиваться события. Ну а если говорить в принципе о поведении официального Ирия Иванова в рамках ОДКБ, в частности, то оно выглядит несколько странным. Во всяком случае, раньше им удавалось балансировать между Западом и Востоком. Но на сегодняшний день складывается такая парадоксальная ситуация, что Армения целенаправленно портит отношения с Россией, хотя пока не институализирует никаким образом свои шаги. Я имею в виду возможный выход из ОДКБ, из ЕС, или разрыв каких-то отношений с Москвой. Но, тем не менее, давайте посмотрим, что происходило в Ереване 23 ноября. То есть премьер-министр Пашинян в то время, как в Минске проходил саммит, он встречался с послами ЕС. Случайность это или закономерность? Ну, оставим это вопрос открытым. Но, я думаю, думающие люди выводы делают сами. В той позиции, которая находится сегодняшний день Армения, конечно, легко прыгнуть в сторону Запада. Только есть ли в этом резон и заключается ли в этом национальный интерес Армении, поскольку сегодняшние цифры, если брать торговлю хотя бы Армении с Россией, они достаточно внушительные. И никаких там стран Запада в первой пятерке даже нет. Темпы экспорта Армении в Россию, они даже опережают средние темпы внешней торговли Армении. Поэтому, собственно, и Запад на сегодняшний день уже не тот. Если раньше соискателям он предлагал какие-то бонусы заманчивые, то на сегодняшний день это сразу же набор предварительных условий и дополнительных обременений. Поэтому, ну, в любом случае, в любом случае, коммуникационный кризис в отношениях с Арменией решать придется, потому что это все-таки зона ответственности УДКБ. И с учетом того конфликтного потенциала, который накопился на сегодняшний день на Северном Кавказе, возможный уход Еревана под зонтик Запада — это потенциальная дополнительная дестабилизация и не только для стран региона, но и для УДКБ, и для России в частности. Хотя на сегодняшний день тренд развивается в ином направлении. Сегодняшняя новость о том, что в Лондоне министры обороны Армении и Великобритании подписали программу сотрудничества на 2023-2024 годы. Если мы будем строить, это решение не принято. Это дискуссия, хорошо, что вы наконец-то поняли, что это надо, это будущее. И не надо бояться там Чернобыля, Фукусиму. Вот специалисты мне сегодня уже рассказывали, почему там произошли взрывы. Потому что прошлепались специалисты. Но эта станция построена в более безопасном режиме. Поэтому волков боятся в лес не ходить. Что ж, будем сидеть и бояться в лесу. Поэтому делаем, делаем так, чтобы было безопасно, где будем строить. Если будем строить, то я вам доложу и посоветую с вами, прежде чем принимать такое решение. Огромное спасибо. Это я вам обещаю. Без людей мы ничего делать не будем. Но сегодняшнего запаса электричества не только на мой век, нам хватит. Ну, кто его знает, как будет мир развиваться. Пусть бы была вторая эта станция. Я сторонник этого. Что касается островцам. Ведь это взгляд в будущее. Это не то, что взгляд. Это реальное обеспечение будущего развития страны. Возможность создавать высокотехнологические производства на базе избытка энергии, имеющейся в нашем государстве. Давайте немножечко посмотрим по сторонам. Ведь сегодня являются лидерами в экономике именно те государства, которые активно занимаются развитием атомной энергетики. Чтобы не быть голословным, я их назову. Это Китай, Индия, это Южная Корея, это Франция, у которой более 70% энергетики завязано именно на данном направлении. Как бы это ни звучало смешно, но около 20% энергетики Соединенных Штатов вырабатывается с помощью атомных реакторов. Теперь давайте зададимся вопросом. Почему страна, наша страна, должна отказываться от самого перспективного источника энергии будущего? Ведь этой технологией располагают сегодня не более 10 государств. Те, кто может производить именно ядерные реакторы и к ним соответствующую начинку. На мой взгляд, это очень верный шаг, рассчитанный на будущее, именно не на сегодняшний момент, а на развитие страны. И это шаг, который может быть реализован только в том государстве, которое уверено не в сиюминутности своего существования, а предполагает жить, развиваться и что-то оставить своим детям, внукам и так далее. Правильно сказано, на сегодняшний момент нам хватит того, что у нас есть. Но около 90%, даже больше 90% энергии у нас в Белоруссии до того, как появилась атомная станция, вырабатывала за счет газа. То есть это один источник, который есть. И в общем-то можно было бы этому поколению так и прожить. Но эффективность атомной энергетики самая высокая в мире. Кроме того, она относится к зеленой энергетике. Что бы кто ни говорил, это соответствует действительности. Шаг лидера Европы и Германии, который решила закрыть свои атомные станции и все, что можно, и перейти на зеленую энергетику, привел к тому, что сегодня, конкретно в 2023 году, в стране идет рецессия. И это один из элементов ее обеспечения, недостаток энергетики, энергии в стране, недостаток средств. В нашей стране вообще нету в больших количествах энергетических ресурсов. И нам приходится находить альтернативные источники. И этой альтернативной, на мой взгляд, на перспективу может быть только атомная энергия. Если бы у нас было нефти, как в Саудовской Аравии, можно было на эту тему даже не думать. Но даже саудиты сегодня рассматривают альтернативу в разработке атомной энергетики. Ну и, наверное, последний пример, о котором, наверное, следует сказать. Значит, атомная станция, которую построили мы, это станция последнего поколения. Ее называют 3+. То есть это то, что сегодня самое передовое в мире. С уровнем защиты, ну, наверное, выше всего возможного. Назовем это так. И суммарная мощность двух энергоблоков, второй из которых введен буквально в этом году, и это огромное достижение для нашей страны, составляет приблизительно 2300, насколько я помню, мегаватт. Что это такое? Вот за этот период, с 2021 года у нас, так скажем, работает первый блок, мы заместили 4,5 миллиарда кубов газа. Это огромная сумма. То есть мы получили альтернативную энергетику. И мы сегодня можем развивать новейшие направления у себя. Вопрос, это хорошо или плохо? Наверное, хорошо. А теперь посмотрим немножко рядышком. Ведь рядом со островцом находилась Игнолинская атомная станция. Это Литовская. Мало того, что этот город уже город-призрак стал, как только закрыли эту станцию. Уехали высококвалифицированные специалисты. И сама Литва закупает энергию из-за границы, не обеспечивая своих потребностей, даже при том условии, что у них серьезное падение промышленности. То есть по большому счету идет стагнация и промышленности, и страны за счет того, что у ней нехватка электроэнергии. Мы себе сделали альтернативу. Я бы сказал так, что все-таки более совершенного источника энергии, чем атомная, в ближайшей перспективе не будет. Возможно, еще будет термоядерная. Возможно. Но это перспектива. И поэтому развитие данного направления для страны, это жизненно необходимо. Если мы не хотим быть на задворках истории. Если мы хотим быть высокотехнологическим государством. Если мы хотим развивать высокоэффективные области промышленности. Вы знаете, я в этом абсолютно не сомневаюсь. И Литва, мы восстановим отношения, и Польша. Они никуда не денутся. Есть основной принцип. Соседи не могут жить плохо. Я всегда говорю, соседи от Бога. Их не выбирают, они от Бога. Бывают разные разногласия, ссоры и так далее. Это приходящее время. Придут времена, когда мы будем жить с ними так, как это было всегда и в советские времена. Но вы же понимаете, что не мы в этом виноваты. Вот я часто над этим думаю. А вот мы где-то что-то не так сделали. Да нет. Мы никогда не обижали никого. Вот они возмутились. Мы строим здесь атомную станцию. Я говорю, что у нас две точки было для строительства атомной станции. Почему я здесь выбрал эту точку, одну из двух? Я вам сказал, я хотел, чтобы по развитию получил этот край. Там проще. Возле России, ближе рынок и так далее. Здесь надо было людям дать эту отдушину. Но я им тогда говорил, литовцы, одумайтесь, мы все равно построим эту станцию. Ни американцы, ни европейцы, никто нам не помешает построить. Мы принимаем решение, что нам делать на нашей земле. И мы ее построили. Мне довелось работать в Латвии в посольстве. Поэтому я знаю не понаслышке. Я много встречался, я много ездил. И не только по Латвии, и по Литве, и до Эстонии мы доезжали. Люди простые, в основной своей массе. Очень доброжелательные, открытые, гостеприимные. В общем-то, как и белорусы. Понятно, элиты. На сегодняшний день костяк элит прибалтийских, это потомки тех людей, которые в свое время уехали на фоне событий, завершения Второй мировой войны. И вернулись уже после восстановления независимости в начале 90-х, после того, как Советский Союз разрушился, уже с такими деструктивными, реваншистскими настроениями. И эти настроения мультиплицируют и культивируют уже более 30 лет. И, к сожалению, на сегодняшний день это реалии. Но есть и другая сторона медали. Я посмотрел статистику. С 2022 года у нас, мы знаем, безвизовый режим для граждан стран Балтии и Польши. Так вот только за этот год, за 9 месяцев, по-моему, въехало порядка 370 тысяч граждан Латвии, Литвы и Польши. Из них более 60% только литовцы. Понятно, что это тот наш ресурс, который несет, возвращаясь на пространство своей страны, тот позитив, который они здесь видят. И здесь не нужно ничего выдумывать. Это очень инновационное было в свое время решение. Что касается фактора энергетики и ядерной станции, я думаю, что не случайно президент, как он говорит, вбрасывает в общественное поле этот тезис о том, что нам необходима вторая станция. Опять же, по прогнозам Министерства энергетики США, к 2050 году потребность в электроэнергии в мире возрастет от 30 до 80%. То есть кратно это получается в полтора раза. И, конечно, в основном там американцы делают акцент, что будет она генерироваться, вот эти вот недостающие мощности за счет ветра и солнца, но в любом случае база генерации все равно останется за счет классических ГЭС, АЭС, ТЭС и так далее. Вот в этой связи возникает закономерный вопрос, за счет каких источников наши уважаемые соседи с их дефицитными энергосистемами будут брать, откуда они будут брать энергию, электричество. Вопрос действительно риторический, потому что из Брелла они собираются выходить из кольца энергетического. Как показала практика, подводные кабели, они достаточно уязвимая инфраструктура, даже с точки зрения, видите, форс-мажорных обстоятельств. Поэтому иных вариантов, опять же, обращаясь к перспективе строительства второй станции, я думаю, нет. И вот чем не хорошая такая геополитическая основа для сближения. Хотя, давайте будем реалистами, президент сказал, придет время, ну, я думаю, что это время даже не в среднесрочной перспективе. Может быть, позволю себе такую вольную фантазию, может быть, когда вернутся уехавшие граждане этих стран, пассионари, вот, которым надоест жить на чужбине, которые захотят быть дома у себя хозяевами, и которые могут сравнивать реалии там и захотеть сделать лучше у себя дома. Цех предназначен для проведения ремонта технического обслуживания, ствольной артиллерии, минометов и самоходных артиллерийских установок. Сейчас в цеху находится вооружение, которое в соответствии с планом сюда поставлено на техническое обслуживание и ремонт. Для этого у нас имеется необходимый запас военно-технического имущества. Часть имущества мы покупаем, часть имущества мы восстанавливаем с использованием потенциала белорусских предприятий. Но, в конечном итоге, весь объем работы по ремонту мы выполняем в совместивании. В этом же цехе мы шьем презентовые изделия, чехлы на специальную часть, тенты укривочные. То есть маскировка укривания. Так точно. Сделали лекала, шьем. Ну, что правильно. Понятно. Сейчас у нас пять таких цехов. Надо заниматься железобетонным импортозамещением. Все, что только мы можем заказать на наших предприятиях, надо заказывать. Слишком дорогая штука – это покупать все. Поэтому многое можем делать сам. Мы сейчас, мне министр задачу ставил, мы завершаем обобщение нашей потребности, в том, что нам нужно изготавливать. Я даю сейчас парковщику. Петру Александровичу, для того, чтобы он определил возможность. Это правило. Нагружайте нашу промышленность. Это постановка задач. Из уст главы государства. И самое главное, что эта задача поставлена не вчера, не три года назад. Эта задача поставлена уже десятилетия назад. И она выполняется планомерно. И глава государства, будучи главнокомандующим вооруженными силами, этому вопросу уделяет самое пристальное внимание. И здесь именно речь идет не о просто одном действии. Это не так. Это программа. Это последовательное формирование собственного кластера промышленности по созданию оружия. Почему это так важно? Потому что сегодня разговаривают только с сильными. Сильными можно быть, имея соответствующие средства обеспечения военной безопасности. Это большая программа, которая длится не один год. И она имеет различные направления. Что в результате мы получили? Мы получили практически автономную систему, военно-промышленную, которая может обеспечить потребности нашего государства и всей системы обеспечения военной и национальной безопасности. Назовем это так. Потому что я всегда считаю, что нельзя говорить отдельно про вооруженные силы, не вспоминая пограничные войска, не вспоминая комитет государственной безопасности, оставляя за скобками министерство внутренних дел. Все это те подсистемы, которые требуют вооружения. И одно дело, если мы его создаем сами, под свои задачи и под свои функции, то, что мы планируем сделать, либо мы закупаем образцы у кого-то. Первое. Не полностью понимая тактико-технические характеристики, потому что все, что демонстрируется, не всегда подтверждается в полевых условиях. Второй момент. Мы даем работу собственным людям, создаем дополнительные рабочие места, формируем школы на собственной территории и компетенции, которые, в общем-то, у нас по некоторым направлениям отсутствовали. Ну и, наверное, самое главное. Мы становимся автономными с точки зрения решения задач в интересах обороны государства. Поясню эту мысль. Если мы закупаем оружие, это хорошо, но это сейминутное решение какой-то задачи. Если у нас есть своя промышленность, свои компетенции в этой области, мы на многие годы обеспечиваем свои потребности, обеспечивая в том числе развитие своей экономики, вливая финансовые средства в собственные производства, расширяя их, модернизируя. Что у нас есть сегодня? У нас есть все, кроме авиационной промышленности. Но этого у нас не было. Если вспомнить 90-е годы, у нас были огромные запасы оружия, находящиеся на складах. Огромные на самом деле. Но у нас промышленность была ограничена только ремонтной базой. То есть мы могли ремонтировать какие-то средства на отдельных заводах, имеющихся на территории Республики Беларусь. Что у нас есть сегодня? У нас есть полный цикл сборки большинства объектов оружия. Или, скажем так, образцов оружия. В качестве примера можно сказать так. У нас никогда не было собственных бронетанковых мощностей. По, так скажем, созданию новых образцов. Они у нас появились. Это БТРы собственные. Это БМП, боемашины пехоты. Это возможность модернизировать танки. Мы это можем все делать у себя. Отдельные мощности используются Российской Федерации. Но в целом мы это способны делать. Слава богу, танки у нас еще в запасе есть. Достаточно в больших количествах. Их хватит на ближайшую перспективу. Модернизируются, ставятся в строй и так далее. У нас полностью есть собственное производство средств связи. В полном объеме, полная линейка. То есть мы себя в полном объеме по всем направлениям обеспечиваем. Это высокотехнологичная составляющая. Мы одни из самых, так скажем, передовых разработчиков автоматизированных систем управления для оружия. Это все тоже есть на территории Беларуси. И мы в том числе поставляем данные разработки в другие государства. Мы имеем самую передовую, по-другому это сказать не могу, производство по радиоэлектронной борьбе. И наши средства апробированы на собственной территории, в войсках, приняты на снабжение и на вооружение. И продаются во множество государств мира. У нас есть собственная автомобильная база. Того, чего нет во многих государствах. То есть мы сегодня перешли на базу МЗКТ и МАС. Все наши системы вооружения. Есть в том числе ударные системы. Это касается реактивных систем залпа огня. То есть да, система это разработка предыдущих лет, но она поставлена на современную базу. Но она решает все задачи. И опыт Украины показывает, что наличие даже оружия прошлого поколения, назовем это так, не самое современное, но с характеристиками в 20, 40, 70 километров дальности вполне позволяет решить эту задачу. У нас есть прекрасно, и это создано по указанию главы государства, система, связанная с стрелковым оружием. Да, на складах еще не на один год, и как говорит глава государства, наверное, не на одно поколение хватит оружия, созданное Советским Союзом. Но оно тоже, в общем-то, морально устаревает. Мы сегодня создали собственную систему производства стрелкового оружия. Это прекрасно. Теперь перейдем от этих составляющих к тому, чем мы можем гордиться сегодня. Это, наверное, система противовоздушной обороны. И образцы именно для этой системы. Мы сегодня сами создаем образцы противовоздушной обороны системы с высокими характеристиками, способные решить задачи по защите нашего неба. Да, мы покупаем у наших партнеров и друзей С-300, С-400, потому что это отдельные образцы очень высокого класса. Они дополняют систему, но все, что ниже, включая ракету к С-200, у нас ее никогда не было. В этом году Госвоенпром выполнил эту задачу, она у нас появилась. Если появилась эта ракета, значит появится еще большущая линейка, связанная с противовоздушной обороны. Можно не сомневаться, потому что технология отрабатывается и будет продолжаться. Что касается других моментов. Опять же, у нас появилось ракетное вооружение и ракетная школа. Об этом говорили давно, многие в это не верили. На своей памяти помню разговоры, зачем вам это надо, купите, сделайте. В конечном итоге, когда для первой постановки задачи для РСЗО Полонез с дальностью 200 км мы писали обоснование, а это было в моей жизни, нам говорили, вы куда лезете. Мы не способны это сделать. Оказывается, способны. Если есть такая необходимость и потребность в этих образцах, мы сделали эту систему, точнее, Госвоенпром, совместно, конечно, с военным ведомством, потому что постановки задач, главное, это все-таки вооруженные силы. Они понимают, зачем нужен этот образец, где он будет применяться при необходимости на поле боя, и что в конечном итоге он должен решить. И эта задача была решена. РСЗО Полонез 200 км давно принято на снабжение и на вооружение, и он охладил некоторые головы. Сегодня, буквально, ну, скажем, в течение прошлого месяца, на снабжение и на вооружение принят Полонез с дальностью 300 км. И самое главное, что там есть, это ракета, которая белорусской разработки. И это достижение, это на самом деле достижение, потому что эта задача выполнена за полтора года. Для нашей страны, я уже как-то говорил, еще хочу раз повторить, для Госвоенпрома это определенный подвиг. В мирное время, на уровне, так скажем, государства. Ну, наверное, необходимо добавить еще одну составляющую. Это, конечно, беспилотники. Сегодняшние события на Украине показывают, насколько это важно и как данное направление развивается. У нас реально есть все практически свое. И по некоторым направлениям, в частности, по беспилотным вертолетам, мы на уровне самых развитых стран мира. Такое производство есть где-то около пяти государств в мире, в том числе в Республике Беларусь. И мы все это делаем самостоятельно, в полном цикле. Кроме того, сегодня у нас есть ударные беспилотники, кроме того, разведывательные соответствующие. То есть мы глубоко в этой теме. И не удивлюсь, если в ближайшей перспективе мы сможем хотя бы частично решить вопрос и с авиацией. Потому что, когда есть целеполагание и политическая воля, то наши разработчики могут многое. К этому же вопросу можно отнести, к этому же направлению, такой интересный вид вооружения, как противотанковый ракетный комплекс. Один из них был РПГ-7, старый, конечно, но он до сих пор работает и качественно работает. События в Сирии, в Израиле показали, что эффективность еще осталась. И Меркавы горят, и другие объекты, включая Леопарды. И все это работает в том числе РПГ-7. Но мы сделали, Госвоенпром, Республики Беларусь, сделал собственную разработку, которая называется Сапфир. Это новейший РПГ, по своим характеристикам, стоящий в одной линейке с лучшими средствами-противотанками в мире. И эта разработка тоже наша. И мы сегодня запускаем ее в серийное производство. Я почти уверен, что у этого образца будет хорошее будущее. И он, не знаю, как переплюнет ли РПГ-7, но, во всяком случае, пару десятилетий он послужит нашим и вооруженным силами нашей стране. То есть, в качестве резюме можно сказать следующее. Данный кластер и, в общем-то, военпром Республики Беларусь в полном объеме готов обеспечить собственные вооруженные силы всем необходимым для обеспечения военной безопасности государства. А если задача будет поставлена по разработке других направлений, то и это они сумеют сделать. Что касается хранения, а это было продемонстрировано именно в Гомеле, вооруженные силы сделали все, чтобы сохранить имеющийся потенциал, довести его до идеального условия хранения, для того, чтобы она решила все боевые задачи. Если понадобится, мы можем вооружить не одну армию по численности, которая имеется в Беларуси. Это и вооруженные силы, это и подготовленный резерв, и это еще дополнительно все, что необходимо. Ну и, наверное, самое главное. Мы сегодня говорим о боеприпасах, том, от чего зависит, в общем-то, война, чего не хватает так на Украине, то, что, наверное, весь Евросоюз собирает для украинских вооруженных сил по всем сусекам, у себя гребет и выполнить задачу не может. Мы сегодня начинаем собственное производство боеприпасов. Сначала это стрелковое оружие, потом это будут большие образцы и так далее. По всей вероятности, мы и эту задачу сумеем решить. Но запасов боеприпасов у нас достаточно. Что касается Сербии, надо разобраться в той политике, которую Сербия проводит и желает проводить в отношении Беларуси. Если они хотят, значит, должен быть результат в торгово-экономическом отношении. Если они хотят вилять хвостом, грубо говоря, и поддерживать европейско-американские санкции против Беларуси, ну, это их работа, пускай определяются и поддерживают. Если они забыли, то добро, с которым мы шли к ним. Но мы выходим еще на одну проблему, о чем я говорил. Если Запад и Америка не хотят с нами сотрудничать, ну, хорошо. Будем сторожить свои там посольства, где это надо. А основных дипломатов мы должны перебросить на те направления, где мы видим движение. У нас по многим странам есть движение. Мы сотрудничаем со многими странами. Надо их усиливать. Это будет касаться и Сербии. Просто вам надо политически там разобраться, чего они хотят. Одно дело заявлять, а делать совершенно иное. Такая политика никому не нужна. Вот поэтому надо здесь разобраться. Вы знаете, я, может быть, субъективно, но уловил такую особую эмоцию в тезисах президента, когда он об этом говорил. И это, собственно говоря, объяснимо и понятно, поскольку действительно для главы нашего государства, Сербия — это особый такой кейс апреля 1999 года. То есть тут визит, который наделал шуму, когда без гарантии безопасности каких-либо от кого-либо президент сел в самолет и полетел на войну. Но, к сожалению, уже прошло практически 25 лет. То есть сменилось поколение. И политически Сербия сегодня вынуждена лавировать между Востоком и Западом. Результат этого лавирования, в общем-то, налицо. Мы помним, в прошлом году, в мае, она была вынуждена присоединиться к европейским санкциям в связи с известными событиями февраля 2022 года. Предыдущий кейс, по-моему, если не изменяет память, был только в 2012 году. Она вынуждена тоже была присоединиться к европейским санкциям. Сербия декларирует стратегическим приоритетом членство Евросоюза. Другое дело, что это членство уже, в общем-то, как морковка. Перед оселиком оно, по-моему, с 2014 года. Там разные форматы предлагаются. В 2019 году президент Франции Макрон и вовсе предложил поставить на паузу и предложить некое стратегическое партнерство по норвежскому варианту, когда без институционального членства ты получаешь право беспошлиной торговли. Ну, в общем-то, и все. Поэтому, как бы там ни было, приоритет четко обозначен, и президент Вучич неоднократно, рефреном об этом говорит. Собственно, вокруг этого и сейчас событие разворачивается с учетом внеочередных парламентских выборов, которые должны состояться во второй декаде февраля, чтобы идентифицировать еще раз или провести ревизию европейских ценностей для общества, якобы по требованию широкой общественности и оппозиционных партий. Это первый момент. Второй момент касается того, что в силу узости рынка внутреннего, в силу разной структуры наших экономик, и в силу того, что все-таки Белград нас рассматривает в более широком контексте, в контексте взаимодействия с Евразийским экономическим союзом и Россией, мы для него не приоритет с точки зрения его внешнеэкономических интересов в нашем регионе. Да, подписано было межправительственное соглашение о свободной торговле, но товарооборот с 2009 года, я посмотрел цифры, он до рубежа в 500 миллионов долларов, он так и не подвинулся. По 2022 году, если не ошибаюсь, это порядка 180 всего лишь миллионов. Второй момент в 2021 году вступило в силу аналогичное соглашение о зоне свободной торговли с Евразийским экономическим союзом. Но опять же цифры вещь упрямая, они говорят сами за себе, что доля ЕС во внешней торговле в Сербии составляет менее процента, а доля Европейского союза порядка 80. Я думаю, здесь больше особо документировать нечего. Плюс ко всему в Сербии достаточно сильны интересы Китая, как ответная реакция и интересы Соединенных Штатов. И вот балансируя между сильными мира СИО, естественно, из прагматично-конъюнктурных соображений Белград выбирает, делает ставку на сильнейшую. А еще один важный момент по соглашению с Европейским союзом, при вступлении все-таки в Европейский союз, Сербия должна выйти из всех торговых договоров, как двусторонних, так и многосторонних. Поэтому наше соглашение с Сербией о свободной торговле и с ЕС, оно поставлено в прямую зависимость от конкретных сроков евроинтеграции Белграда. Завод был образован в 1972 году, как один из семи заводов в Советском Союзе. На сегодняшний день из семи заводов, которые были первоначально, работают только в Гомеле и в Смоленске. То, что сегодня алмазообработка еще точечно есть где-то за пределами Индии, и в том числе в Республике Беларусь, это исключительно то, что на вашем уровне принимались решения, в основном в форме указов. По сырью мы, уважаемый Александр Григорьевич, работаем по всем источникам, понятно, это африканское направление. Есть поручения, которые на вашем уровне контролируются, работать в Зимбабве, это одна тоже из крупных алмазодобывающих. Провели мы весной этого года переговоры с министром, с участием руководителями, руководства Минфина, с министром горнодобывающей промышленности. Хорошо, хорошо, я это в курсе дела. В этом плане мы вам будем помогать, вас будем подталкивать. Они идут нам навстречу. Спасибо. В одну корзину яйца класть не надо. Совершенно правильно. Это производство именно ювелирных изделий, и в том числе алмазов, назовем это так, бриллиантов. Из алмазов получение бриллианта, это серьезный технологический процесс, которым владеют очень немногие государства мира. И вот эта фраза о том, что может быть нам это не надо, может это лучше где-то купить, не совсем соответствует действительности. Нельзя отдавать в чужие руки те области, которые имеют максимальную добавленную стоимость. По большому счету это высокотехнологическое предприятие, способное обеспечить экономическое развитие определенного региона и показать высочайшие компетенции страны в данной области. Само наличие данного производства в Беларуси существенно поднимает рейтинг нашего государства на международной арене. Потому что многие государства хотели бы иметь такие вещи, но они не способны, их просто нету. Это дорого по всем направлениям. В чем, так скажем, достижение нашего государства и, конечно, президента? В том, что он это не отдал никому. Не отдал, а сохранил. Вот это рачительный хозяин, который думает не о сегодняшнем дне и о сегодняшней выгоде, сиюминутной, а рассчитывает на перспективу, в том числе не боясь оговоров, не боясь, так скажем, оценок всевозможных, вкладывает в это производство, развивает его, сохраняет людей. И в какой-то момент это производство дает серьезную отдачу. Ведь алмаз стоит одну цену, бриллиант стоит в разы дороже. А если он сделан качественно и вложен или вставлен в ювелирные изделия, это еще большая добавочная стоимость. Ни много, ни мало. Поэтому вот здесь продолжение предыдущей составляющей. Сохранение высокотехнологических производств. Тем, чем может гордиться страна. Тем, чем мы отличаемся от других государств мира. И можем спокойно говорить. Сапфир, это РПГ, сделано в Беларуси. И такое же драгоценность, бриллиант, сделано в Беларуси. То есть страна, которая универсальна с точки зрения своих возможностей. И сохраняет компетенции, и только развивает их. И вот здесь, по всей вероятности, в том числе и в госвоенпром, в том числе и в ювелирную область, понадобится энергия, о которой мы говорили в самом начале. Энергия для развития. Энергия для расширения производства. А теперь, наверное, самое интересное. Ведь это еще и направление международного сотрудничества с той же самой Африкой. Африка имеет алмазы, имеют другие драгоценные камни, но она не имеет возможности по ее переработке. И вынуждена за достаточно дешевую цену продавать это в Европу. Туда, где имеются данные производства. Кроме того, что мы становимся конкурентами Дебирсу и некоторым другим фирмам, мы становимся игроком, в котором заинтересованы страны Африки, которые четко понимают, что они могут за свои ископаемые полезные, ну, скажем, алмазы, золото, еще что-то, получить нужные для них вещи, включая машины, их всевозможную линейку, сельскохозяйственную технику, технологии. Это тоже. То есть у нас появляется ресурс для функционирования на международном рынке. И если вам не дают на Западе, приходите в Беларусь, мы поможем. И вот это все рачительное использование собственных ресурсов. В Беларуси нет полезных ископаемых в огромных количествах. Да, что-то у нас есть, но у нас есть потенциал, у нас есть экономический, так скажем, фундамент. И самое главное, у нас есть умные люди. Потенциал научно-технологический, который позволяет с минимальными затратами, по-другому это не назовешь, собственными ресурсами решать стратегические задачи. О причинах Палестино-Израильского конфликта, двойных стандартов коллективного Запада, в оценке действий участников сказано достаточно. Об этом говорят даже сторонники действующих режимов Соединенных Штатов и Евросоюза. Раскол в лагере так называемых западных демократов – это сегодняшняя реальность. И свидетельство их политического отрезвления. Но речь не об этом, хотя тезис генерального секретара ООН Гутерриша, который назвал одной из причин насилия отсутствия прогресса в политическом урегулировании, заслуживает внимания и развития темы. Больше беспокоит охватившее мир предчувствие глобальной катастрофы, о том, что из искры регионального конфликта может разгореться пламя новой мировой войны. Об этом говорят часто и много. А за океаном только и ждут, что в нее будут тянуты страны близкие к линии зоны ответственности ОДКБ. Это так называемый управляемый хаос, муть, то, чего желают Соединенные Штаты и Запад. К вопросу двойных стандартов, собственно, коллективный Запад их возвел в некий такой идеологический конструкт, которым пропитана вся его международная деятельность. Тот же порядок, основанный на правилах, которые подменяет международное право. То есть, придумываются кем-то правила, навязываются остальным, а потом, когда тебе удобно, эти правила либо отменяются, либо корректируются в зависимости от конкретных целей и конъюнктуры. Чего стоят только недавние заявления по поводу райского сада, окруженного джунглями, и попыток джунглей наступать на райский сад. Это глава европейской дипломатии говорил. По поводу того, что нет смысла оказывать гуманитарную помощь Газе, потому что их все равно всех поубивают. Ну, это вообще цинизм в высшей степени. Солтенберг заявляет о том, что высшая задача НАТО это не допустить эскалации в Украине и при этом идет накачка вооружениями, причем дальнобойными вооружениями. Ряд можно продолжать до бесконечности, а переключаясь уже на потенциально то, что может из искры разгореться пламя на Ближнем Востоке, да, безусловно, такой риск присутствует, он достаточно серьезный. Если обратиться к данным Стокгольмского Института исследования проблем мира СИПРИ, за последние годы ближневосточные регионы и Северная Африка вооружались темпами, которые в разы превосходят такие же тенденции, средние тенденции по всему миру. И это при том, что там сконцентрирован уже был до этого достаточно серьезный военный потенциал. Поэтому милитаризация региона вкупе с теми фундаментальными политическими, военно-политическими сдвигами при определенных условиях безусловно может стать тем триггером той искры, которая зажжет весь Ближний Восток. Далеко ходить не надо. Ядерная тематика. Как повлияет конфликт в Газе на отношение Ирана к своей ядерной программе? Иран может поддаться соблазну, даже несмотря на то, что до 7 октября, до начала событий, была договорена с американцами, на это была получена отмашка верховного лидера Ирана встретиться в Алмане и продолжить переговоры напрямую с американцами по своей ядерной программе. Саудовская Аравия заявляла неоднократно и уже давно заявляет о своих ядерных амбициях, что если Иран все-таки обогатит уран до нужного для производства ядерного оружия уровня, то у Саудовской Аравии тоже появится свое ядерное оружие. В специализированных источниках читал, что по факту у Саудовской Аравии уже есть ядерное оружие, которое находится на хранении в Пакистане, и Саудовская Аравия профинансировала производство этого ядерного арсенала. И есть средства доставки, которые гарантируют в случае необходимости их возвращения обратно на Аравийский полуостров. Источники достаточно серьезные. Поэтому если не остановиться на каком-то этапе, а остановка и нормализация и разрядка может быть только на принципах, закрепленных в документах ООН, это принцип двух государств. Перемирие не решает фундаментальной проблемы. Основная проблема это создание палестинского государства в соответствии с правом нации на самоопределение. Знаю, что у всех у нас сегодня обстановка непростая. У вас всегда она была непростая. Вас там с юга подогревают постоянно. Знаю, что непросто, но я всегда поражаюсь тому, как вам удается в этой ситуации держать экономику. я очень рад, что вы постепенно, но уверенно добавляете в электроэнергетики. Я буду очень рад, если вы огромное количество электроэнергии будете продавать в том регионе, в том числе. Это хороший доход таджикскому трудолюбивому народу. Вот этот как раз вопрос, который называется многовекторность. То направление, которое много лет назад провозгласил и проводил наш глава государства. Направляя на это в том числе представители Министерства иностранных дел и всевозможные компании, работающие в Республике Беларусь. Мы не зацикливаемся на одном векторе. Мы понимаем четко, что у нас открытая промышленность, открытая экономика и мы не можем функционировать исключительно закрывшись в своем мирке. поэтому здесь ярчайший пример взаимопонимания и равноправного диалога. И в том числе глава Таджикистана говорит о том, что мне необходимо вот это. И мы тут же подставляем руку и плечо подставляем и говорим о том, что мы готовы помочь. Необходимо вам это. Мы вам это дадим. Но в то же время мы от вас хотели бы получить вот это. То есть это диалог равных партнеров, готовых договариваться. Вот то, чего не хватает в сегодняшнем мире. И вот этот пример республики Беларусь именно отношение ко всем государствам мира равноправное, уважительное. Это то, что транслирует Беларусь на всех площадках. И это то, что может быть положено в основу формирующегося в настоящее время мира нового, многополярного, о котором идет речь. И который четко все понимают, что он будет. Не сегодня, так завтра, но он будет. В этой ситуации именно вот эта встреча с президентом Таджикистана, нашего президента Республики Беларусь, показывает, что мы готовы к взаимовыгодному именно взаимовыгодному сотрудничеству. Мы не закрываемся собственной ракушке. Не хочет нас видеть Европа, не хочет с нами работать. Да бог с вами. Я уже как-то обращал внимание, хочу рассказать. Это не самая богатая сегодня часть мира. Это стагнирующий регион. И если будет так продолжаться, такое отношение к другим государствам мира, то центры силы появятся, но среди них не будет Европы. И поэтому вот этот взаимный диалог глав государств показывает, что мы готовы разговаривать. Мы готовы идти навстречу друг другу и своим партнерам, помочь во всех возможных ситуациях. И все это дает возможность расширять диалог, расширять товарооборот, а в конечном итоге способствует улучшению жизни народов и нашего белорусского, и таджикского. Тут есть еще одна составляющая. Мы как страна, способная технологически поддержать определенные регионы, мы не закрываемся. Мы даем толчок к развитию технологий в этой стране, мы делимся своими наработками, мы готовы дать научную составляющую определенного направления, мы готовы научить, если есть необходимость, и готовы учиться у тех, кто готов с нами сотрудничать. То есть это взаимное обогащение. Именно на этом должен быть построен будущий мир, будущие отношения. Война, оружие, это все сопутствующее. Люди должны жить, люди должны разговаривать и решать все проблемы, которые возникают, если они есть, именно в диалоге. Сегодняшний мир белорусский, он демонстрирует свою готовность идти навстречу и свою готовность не только так скажем к новым изменениям, но и готовность внести свой вклад в изменения международных отношений, внести свой вклад в формирование новых центров силы. И наверное самое главное мы четко говорим, мы всегда поможем друзьям, мы никогда не откажемся от своих слов и поэтому нас уважают во всем мире. Нам Мозамбик, образно говоря, прицепом надо зацепить за Зимбабве. Они очень заинтересованы в нас и мы там со своими технологиями, особенно в аграрно-промышленном комплексе можем здорово им помочь. Проблем там очень много. Ну Зимбабве сегодня рады, что они накормили наконец-то хлебом людей, убрать хлеб не могли, а сейчас они убираются, два-три урожая, они обеспечили себя главным продуктом. Ну почему Мозамбику не можем помочь? Можем. Поэтому надо разобраться в ситуации и главный акцент делать на той стране, где мы очень нужны и где мы можем им помочь, но естественно это не благотворительность. говорить о Африке и конкретно о юге Африки, Зимбабве, ЮАР, Мозамбик, действительно в последнее время этот континент звучит и в мировых СМИ, и исследовательские центры пристальное внимание, причем всех континентов уделяют, мы это чувствуем и видим. Приводятся цифры различные, приводятся прогнозы весьма радужные, оптимистичные. Для нас направление это не новое, мы тоже об этом говорим, у нас три посольства плюс сейчас Зимбабве, на подходе я так понимаю, что экваториальная Гвинея, но в любом случае цифры, которые приводили в правительство недавно на совещании, за 22-й год у нас всего лишь 400 миллионов долларов товарный экспорт, плюс 20 миллионов это экспорт услуг, то есть цифры, если даже чисто математически поделить на 4 посольства, то это по 100 миллионов, а если иметь в виду, что каждое посольство еще по совместительству аккредитовано как минимум на 2-3, то это совсем практически ничего. И на сегодняшний день стоит задача поиска каких-то механизмов, рабочих механизмов, схем, чтобы кратно нарастить наш товарооборот со странами Африки. Но вопрос основной и главный, кто будет эту стратегию реализовывать. У нас дефицит как востоковедов, так и африканистов, людей, которые на профессиональном уровне знали бы экономику целевых стран, владели бы политической ситуацией, знали бы нюансы ведения бизнеса, хотя бы наконец просто ориентировались в местных реалиях, в расстановке политических элит, нежелитных связях, противоречиях, причинно-следственных связях, знали традиции, обычаи, нюансы ведения бизнеса и так далее. Специалисты констатируют, что пока таких экспертов у нас нет, а мы должны все-таки думать прежде всего о ресурсной обеспеченности этих проектов, именно человеческим ресурсом. Я считаю, что с чего нам нужно начинать и, собственно, то, что нужно было это делать позавчера, это перестраивать систему нашего образования, научных исследований под запросы реального сектора. Исходя из того, что звучит 30-й год как рубеж некого экспоненциального роста ВВП Африки, то какое-то время у нас есть для того, чтобы начинать готовить. Но это процесс, мы же понимаем, процесс не одного дня. И еще один важный аспект, я на него к нему пришел, об этом кстати тоже не говорят, к нему пришел буквально сегодня, на глаза попалась карта присутствия китайских частных военных компаний в Африке. Очень интересная инфографика, практически она покрывает, понятно, что интересы у Китая в Африке гораздо шире наших, но она покрывает практически весь континент. И нам тоже нужно параллельно задумываться, как мы будем обеспечивать безопасность наших проектов. в Африке. Продолжение следует...